Здравствуйте! И с вами я Михаил Шилов, автор проекта макевара.ру Тема сегодняшней лекции Точка прицеливания при постановке удара Или так называемая точка киме И пусть не смущает вас то, что сегодня я в рубашке, а не в рашгарде или кимоно Дело в том, что лекция сегодня чисто теоретическая Хотя она имеет исключительно прикладное значение Итак, начнем Итак, что же такое точка киме? Точка киме это мой авторский термин, который я вел в обиход более 20 лет назад Сейчас этот термин широко распространился по всему рунету в мире боевых искусств И везде повсеместно применяется Но я поясню, что же он значит Точка киме это то место пространства, где происходит это самое киме То есть происходит произвольная остановка удара И максимальная пиковая концентрация самого усилия приема Вот это и есть точка киме А теперь более детально Дело в том, что этот термин первоначально был изобретен для того, чтобы писать методику работы на ударных снарядах И прежде всего работы на макеваре И вот почему Дело в том, что при работе на макеваре Эта концентрация усилия максимального может быть в самых разных местах Вот давайте представим, что вот эта макевара То есть эта доска Ну словно говоря, вот она закреплена Эта доска Вот сюда наносится сам удар Вот сюда И остановка произвольная приема может быть произведена Как на поверхности мишени То есть непосредственно вот в этой точке Стрелка Это вектор силы самого приема То есть предположим, что стрелка у нас обозначает час чокуски То есть удар рукой вперед Неважно, можно терминологию каратистскую применять, можно боксерскую Предположим, что это панч То есть удар рукой Так вот Сила концентрироваться может как на поверхности мишени То есть это будет щелчок по поверхности мишени А может уйти дальше То есть она может быть намного больше вектора этой силы И сила может уйти сюда И тогда произвольная остановка приема произойдет уже не в этом месте А вот в этом Как это случится? Это произойдет из-за того, что макевара изогнется Она согнется под ударом Отклонится И остановка произвольной приема произойдет в этом месте Очень важный момент Значит остановка приема должна быть именно произвольная Дело в том, что макевара Она ведь обладает значительной силой сопротивления И если прием будет остановлен самой макеварой То есть она настолько сильно сопротивляться будет, что мы не можем ее дальше продавить То это уже не произвольная будет остановка А вынужденная То есть доска сама остановит нашу руку То же самое происходит и на мешке на самом деле Когда удар наносится по мешку На мешок проминается И вот в этом месте происходит остановка приема Либо на поверхности мишени может она произойти И так и так бывает Вот В зависимости от того, насколько сильный будет удар Но мы на макеваре это дело рассмотрим Потому что здесь это наиболее заметно Так вот Остановка произвольная То есть та, которую мы производим непосредственно сами Работа на макеваре бывает двух типов Если мы наносим щелчок по поверхности макеваре То это набивка Нам нет смысла дальше заносить удар свой Это набивочная работа для поверхностного Укрепления ударных частей И это можно делать на любой абсолютно макеваре И даже, скажу больше, на любой совершенно поверхности Если не забивать ее вовнутрь То есть это можно делать на дереве, на стене На чем угодно вообще Вот Гибкая же макевара позволяет произвести отклонение бойка И сконцентрировать силу приема За поверхностью мишени То есть мы проникаем через мишень Вот мишень Мы за поверхность мишени проникаем И заносим максимальную силу концентрации То есть мы максимальную пиковую концентрацию Производим уже не на поверхности мишени А за ее пределами То есть там, где мы произвольно остановим руку По завершению приема Это может быть 5 сантиметров 10, 20 Больше уже, наверное, смысла нет Так вот Очень важный момент Который надо заметить Дело в том, что Если мы щелкаем по поверхности То проблем никаких вообще не возникает Происходит пиковая концентрация Масса тела Она практически находится на месте Это статика А вот когда удар заносится вглубь То это прежде всего сопровождается Как правило, переносом центра тяжести Немного вперед Так вот, очень важно Понимать, что при работе на снарядах Пиковая концентрация И точка киме должны располагаться там Чтобы если снаряд внезапно будет убран Из-под удара Человек, который наносит удар Да, боец Не пролетел мимо в силу инерции тела То есть он должен быть остановлен Не снарядом А он должен остановить удар Произвольно В той точке, куда наметил Вне зависимости от того Будет ли встречено сопротивление Или нет При этом условии Он научится заносить удар Глубоко Очень И в то же время При промахе Не проваливаться В итоге удары будут очень сильные Более того Вырабатывается Очень хорошее чувство Дистанции Для того, чтобы наносить удар На глубину То есть Щелкать не по поверхности Мишени А пробивать сразу На глубину На 10, 15 Или даже 20 сантиметров В зависимости от того В какую часть тела Наносится сам удар Если по голове Там достаточно 1, 2, 3, 5 сантиметров Если это живот То желательно Поглубже пробить Сантиметров на 10, на 15 Вот И именно это позволяет Выработать Чувство точки киме То есть Тот важный момент Который нужно понимать Это то Что мишень Наша Находится Не на поверхности тела Или не на поверхности Мешка Или макевары А сзади И сама поверхность Или боек макевары Это не конечная цель А это Только то Что мешает нам Достигнуть Этой конечной цели То есть Это просто Помеха Которая оказывает нам Сопротивление От момента контакта До момента Достижения Точки киме То есть До момента Достижения Истинной цели Вот Это как раз И важно Ну и Значит Остановлюсь Почему Лучше Это на макеваре Чувствуется Понимаете Дело в том Что на мешке Вы никак не можете понять Насколько Вы глубоко Проникли В снаряд Потому что Особенно Если вы работаете В перчатке То заминается Во-первых Сама перчатка Сантиметра На три Потом Заминается Поверхность Мешка И непонятно На какую На глубину Произошло пробитие На макеваре Все очень хорошо Заметно Но заметно Прежде всего Стороннему наблюдателю То есть Тому кто бьет Это не очень видно Почему Потому что Он находится Фронтально Перед макеварой А видно хорошо Это Сбоку Прежде всего Поэтому на простой Макеваре Который представляет Из себя доску Это не особо заметно Хотя Это можно почувствовать То есть Отклонение бойка Можно почувствовать Очень хорошо А вот Макевары Конструкции Камертон Упругие Макевары Которые имеют Еще Значит Отбойник Это такая Задняя часть Макевары Давайте я лучше Нарисую С самого начала Вот Вот это Баек Это Отбойник Сюда Наносится Удар С силой Такой Чтобы добить До Отбойника То есть Не такой Чтобы Чуть-чуть Отогнуть Баек А чтобы Добить Баек В отбойник В итоге Что мы Значит Имеем Что Баек Изгибается И достигает Отбойника Вот таким Вот образом Достигает Отбойник Вот То есть Точка Киме У нас Будет В данном Случае Вот Здесь Так вот Когда у нас Отбойник Есть То мы Можем Четко Чувствовать Что мы Реально Пробили Баек Вот на Это Расстояние На это Расстояние Оно Может Регулироваться Или может Быть Стандартным Это В общем То Не важно Главное Что Можно Абсолютно Точно Понимать Что цель Достигнута Вот это Важно И каждым Ударом Пытаться Вогнать Баек В отбойник Мы будем Точно знать Что наша Сила приема Такова Что Точка Киме У нас Находится За пределами Байка Далеко По крайней мере Не меньше Чем Отбойник Находится Вот это Вот очень Важный Момент Ну вот Регулируя Глубину Точки Киме И понимая Как это Делать Можно Достигать Максимального Пикового Усилия На любой Глубине Это Очень Высокая Степень Контроля Приема Силы Приема Что позволяет Лучше чувствовать И дистанцию И Максимально Эффективно Поражать Противника А теперь Не на картинке Как это Выглядит А вот так Вот это Вот отбойник Вот это Байок Байок Это то Во что Мы наносим Удар Это гибкая Часть Макевары Да Пружинистая Вот в нее Мы и бьем Очень важно Когда мы Формируем Точку Киме В отбойнике Внутри Его Или на поверхности Не поломать Собственную Технику Потому что Если вы Встанете На дистанцию Такую Чтобы нанести Прием В Байок То Для того Чтобы занести Этот же прием В отбойник Вам придется Поломать Конструкцию Собственного Тела То есть Придется Либо наклониться Либо потянуться Вперед Поэтому нужно Понимать Что дистанция Для того Чтобы максимально Качественно Вложиться в удар В лучшей конструкции Для этого Должна быть Не такая А вот такая То есть Вы должны Нанести удар В отбойник А не в боек Если вы Встанете На дистанцию Такую Чтобы бить Только до Байка То придется Тянуться Вы должны Встать на дистанцию Такую Чтобы пробить В отбойник Вот это Принципиально Важно Понимание Точки Киме Позволяет Научиться Бить с такой Дистанции Чтобы не Ломать Конструкцию Приема Спасибо Обязательно Подписывайтесь На канал Макивара На ютубе Обязательно Подписывайтесь На канал Макивара Точка Ру В инстаграм И обязательно Подписывайтесь Или заходите На сайт Макивара Точка Ру Там постоянно Появляется Новая информация По работе На макиваре О макиварах О работе С макиварами О видах Макивар И вообще О снарядной Подготовке И связанными Со снарядной Подготовкой И различных Сопутствующих Вещах Аксессуарах Медицинской Тематике Спортивной Травме И так далее Обещаю Будет интересно Пока Субтитры